Вот она снова говорит про разум, про рассудок, об опасности и боязни, что он вдруг включится. Вот она говорит, этим утром я дважды переживала это. Чуть только активизируется разум, ну совсем чуть-чуть и почти мгновенно. Нет, нет, только не это. Вот я такие переживания, что же, испытал, только бы ум не включился, не дай бог. И вот она пугалась аж, говорит, только не это. Представляете? Вы живёте с умом и не представляете, что есть другая жизнь, и ум – это что-то ужасное. Это просто страшно. Ну кто ж поверит, да. Мы же все мудрецы, хитрецы, и вот все вот там вот расчёты, варианты, и вот без него-то никуда не деться без ума. Оказывается, что горе-то от ума всё-таки Грибоедов прав был. Это на все времена название. Горе от ума – это эволюционный лозунг. Горе от ума. На самом деле это так. Мы в школе-то в детстве не понимали, что горе от ума, почему горе от ума, вот Грибоедовская, а вот теперь эволюционно-то это очень понятно. И он, наверное, интуитивно чувствовал. Он неглупый парень был. Понятно? Что горе действительно от ума. Только бы он ни во что не вмешивался. Потому что ментальная активность крадёт у нас божественная. Всегда просто крадёт, обворовывает нас. Обворовывает нас. Даже малейший намёк на возобновление активности ума наводит в действительно ваш нешуточный страх. Убежать готов во что угодно. Физическую активность, в рукоделии, там только бы ум не включился. Побегать, попрыгать, там зарядкой посниматься, покататься. Только бы не включился ум. Но потом он уже не включается с некоторых пор. И уже никаких опасений нет. И это хорошо. Он уже не вернётся. Рад бы, да не вернётся. Ясно? Так что я обделённый умом, это великое счастье. Но что-то вместо него обретаешь. Не человеческую мудрость, а вот та самая мудрость, которую научить нельзя. Научиться нельзя. Это то, что само собой приходит и проявляется, когда нужно, в определённых ситуациях. Не любопытствует божественная мудрость. У неё нет, так сказать, позыба что-то узнать, полюбопытствовать, удовлетворить любопытство. Потому что эго нет. А эго – это продукт ума. Нет ума – нет эго. Так что если не работает ум, значит эго уже всё, позиции свои сдало. Как только он заработает, считайте, эго пробуждается. Пытается внести сумятицу в вашу жизнь, духовную. Понятно? Так что следите, чтобы он не пробуждался. Не побуждал вас к активности. Пусть он там шевелится, пусть что-то говорит. Не обращайте внимания, со временем успокоится. Никуда не денется. В прошлом склонность к воображению была у меня очень сильной. Это то, что я называю рассказывать истории. Всё-всё превращалось в такие рассказы, вся работа, всё, что я делала. Но я полностью, полностью остановила это, как нечто опасное. Это даёт огромную реальную силу. Воображение даёт реальную силу. Но это очень плохо. Это фальсифицирует всё, что приходит от Господа. Так вот, мать наконец-то поняла, она признаётся в этом, что сила воображения, то есть попытка фантазировать, может ментализировать, бытирализировать всё, что угодно, искажая при этом божественную волю. Если вас уносит далеко в фантазийный мир, поймите, это очень вредное занятие. Вы начинаете в уме фантазировать, вы начинаете в это верить, вы начинаете в этом опять существовать, в этом иллюзонном. Если вы фантазируете на приятные вам темы, там купаться вы в этом начинаете. Вот это нужно тормозить. Ясно? Вы опять попадаете в виртуальный мир. Но уже на такие, как бы, красивые, мягкие, волшебные, фантазийные темы. Это доставляет вам удовольствие. Ум он такой хитрый, говорит, ну-ка, ладно, не буду пугать, и её вот пугать уже достаточно напугала, она запугана, зажёгнут. Теперь во что-нибудь хорошее её надо приподнять. Ясно? Запуганная так. А теперь хорошее дадим. А то, что запуганно, там внизу сидит это пугало-то. Оно никуда не ушло. Ясно? А теперь пусть пофантазирует, бесплодно пофантазирует. Только перестанет фантазировать, опять страхи. Вот и всё, опять фантазировать. Вот вам и духовная работа кончилась. Ясно? О, как всё хитро-то устроено у враждебных сил. Вы хотите их обмануть? Обмануть можно только полном молчании. Не обращение внимания на них никакого. И никаких фантазий. На свободная тема, на духовная тема. Ясно? Видите, сколько всяких трудностей встречается на пути, которые можно преодолеть, только понимая, откуда они происходят. Ясно? Что это враждебные силы, что это эго пытается вас остановить в работе на этом пути. Метод очень простой. Ум должен перестать всё это обрабатывать, перестать фантазировать, а эмоции не должны зашкаливать. Всё! Всё равно всё возвращается к молчанию ума. Приостановить все фантазии. Потому что любое воображение или сила воображения вырывает вас из реальности, из текущего момента времени. Вы где-то в иных фантазийных мирах. Всё! Значит, нет потока, вы оторваетесь, вы уходите с божественной волны. Вам приятно в этих иллюзиях пребывать. Ну, так бывает, что приятно. Во-вторых, включается рассудок, который должен молчать, ничего не оценивать. А когда вы фантазируете, он и оценивает, он и свои какие-то там выдаёт приоритеты, на что вы должны обратить внимание. И то, и другое приводит к фальсификации пути. Лучше держаться спокойно. Принимать всё, как оно есть, и позволять Господу делать Его работу, не подталкивая Его всё время. Такое впечатление, что все наши несчастья, какие только происходят, мы всегда привлекаем к себе нетерпением или недовольством. Вот если у нас нетерпение, недовольство, несчастье, к нам вот приходят просто в большом количестве. Если бы мы могли, блаженно довольны, мы были блаженно довольны, позволить бы всему идти своим ходом, всё бы отдали на волю Господа, тогда будет всё в порядке. Это очень важная её рекомендация – держаться спокойно и принимать всё, как оно есть, чтобы не мешать Господу делать Его работу. Он делает работу, божественная сила в Его лице делает работу всю нему. Мы только мешаем этой работе, как только включается в ум, это обязательно помеха. Откройте силе, не укосните, не следуйте рекомендациям этим. И от вас больше ничего не требуется, потому что все ваши беды и все ваши несчастья проистекают из вашего беспокойства, из-за раздражения, из-за недовольства жизнью, из вашего нетерпения по любому поводу. Опять молчащие умы, эмоции должны быть притушены. Всё, всё к этому опять сводится. Ничего нового-то нет, и быть не может. И помните, что тем самым, если вы недовольны жизнью, если вы раздражены, если вы беспокойны, вы тем самым даёте пищу враждебным силам, которые, в свою очередь, провоцируют нас на эмоциональные срывы. Вот такая цепочка. Так что помните, Господу гораздо виднее, что и когда должно быть. А поэтому оставим все наши предубеждения, все наши, так сказать, индивидуальные помыслы о том, как это должно быть. Не надо этого. Спокойно, надо предаться просто его воле. Внутренне мне говорили много раз. Говорили и показывали подобные маленькие опыты, что тело может выдержать гораздо больше, чем люди думают, если они не примешивают страх или беспокойство по поводу боли. Если убрать этот ментальный фактор, тогда тело, предоставленное самому себе, не имеющее ни страха, ни опасения, ни беспокойства по поводу того, что произойдёт, ни тревоги, может много выдержать. Знаете, что тело много выдерживает у животных, у которых нет ментального страха и беспокойства по поводу своего состояния здоровья. Вы когда-нибудь слышали, чтобы животное стонало. Хочу надавить, конечно, придавить лап, оно взвижнет и ещё укусит. Но нет у них ментальной активности, которая провоцирует или углубляет страдания и само-псезоболевания. Нету. Только ум. Наш ум вот к этому приводит. Вы заметили? По аналогии с животными, они тихо болеют, всегда тихо. А человек? Нет, они же не просят животных к ветеринару ввести. Кричат, введите меня к ветеринару, делайте мне анализы, там, а ещё не шумят. Ну, животным, конечно, надо помогать при случае, да? Всё-таки, если требуется помощь. Но я говорю о том, как они переносят. То, что человек переносит вот со стенами, со страданиями, с такими же картинами. Ой, больно, ой, больно! Ну, больно, ну и что? Ты что, умер от боли? Ты что? Ты же не в шоке, не в состоянии шока, болевого. В состоянии болевого шока благодать приходит, кстати. То есть, это защитная благодать. Огромная сила обрушивается на человека, который получил тяжелейшие травмы, например, размножение, конечности. Он весёлый, потому что он в благодати. Анестезия полная. Я имел возможность наблюдать после ярославской катастрофы с хоккеистами. Вот там была, по-моему, это в 2012 году, да? В начале 2012 года была катастрофа с хоккейной командой. И один выживший парень, капитан, обожжённый весь был. И ходил, и смеялся по берегу. То есть, в блаженном состоянии. Все погибли, а он обожжённый. Огромная площадь ожогов. Потом, естественно, он скончался быстро в больнице. Но, как очевидцы говорили, он вот просто ходил и чуть ли не радостный. То есть, божественно его прикрывало. Была полная анестезия. Понимаете? Вот он почувствовал, в духе, наверное, родился. Вот единственное, ему вот довелось. Парень приличный очень. Я смотрел его судьбу, биографию. Потом. Мне просто было интересно в этом плане увидеть это. Вот. А вы говорите. Так что вы в болевом шоке, в таком ужасной. Всё, конец света. Позвоночник мой любимый. Влюблённый в позвоночник. Во второй, поясничный. С особой страстью. С пролетарской ненавистью надо к этому относиться. Понятно или нет? Как Ленин учил. Чтоб вас не поломало. Ну, вы же не пролетарии. Ну, конечно. Откуда вам ненависть это взять? К этому делу. Ну, ладно. В мае 2011 года Мне был преподнесён замечательный урок. Я в течение почти суток, или тело в течение почти суток, по физиологическим показателям находилась в скоматозном состоянии. Пульс не определялся. Не было никакого нитевидного пульса. Просто его не было. Нигде. Ни в одном месте, где его можно было бы определить. Пульс не определялся. Серцебиение не ощущалось. А пульсовое давление было от 8 до 10 мм оттутного стоба. В вертикальном положении кровь до головы, до мозга не доходила. Это факт. Не могло дойти в силу гидродинамических законов. Не прокачивалась она оттуда. Я в течение суток ходил на работу. Выполнял все нормальные действия. Не чувствовал никаких дискомфортов, кроме что сердце не бьется. Вот это было реально. Как-то странно. Когда она бьется, мы как бы не замечаем, бьется. А когда не бьется, как-то странно. Вот эта странность одна единственная была. Но потом, когда вечером я стал поднимать штангу, вес увеличивал, где-то на одном из подходов сердце забилось. Ну, думаю, ну, как обычно. Ну, я думаю, что это навсегда, вот так, как вот было-то без пульса. Но оказалось, это просто было продемонстрировано. Вот те коматозное состояние. Я бы должна лежать по реанимации где-то, да? В носу там всякие эти штуки, трубки, капельницы. Но оказывается, тело какие резервы имеет? Именно снабжение клеток чистых, питанием клеток мозга. Клетки мозга давно должны быть умётвыми. Только лёжа бы, вот при принудительной, сердечной этой самой деятельности можно было бы сохранить кровоток. А так этого не было. И самое интересное, я не испугался, не кидался звонить по телефону. Ну, а что будет дальше? Мне было интересно. Нет пульса? Ну, нет. А что дальше? Я встал, хожу. Нормально. Интересный был опыт. Много было интересных опытов. Как на пике боли, благодать была. Вообще много интересного. Я прошёл сам. Поэтому я говорю из первого курса, все переживания не чужие. И это на мне. Всё было на мне. Ну, если у меня это нормально, то почему бы у вас это ненормально? Потому что страх у вас, поэтому у вас и ненормально. Потому что вы ленивы идёте по пути, потому у вас и ненормально. Ясно? Чтобы было нормально, надо идти по пути не лениво, а нормально. Да? И не бояться. Вот тогда и у вас, что угодно может быть, и всё как полагается, по норме. Ясно? Вот это интересно всё, ведь. Когда с тобой происходит, вообще чудо. Ты всё это знаешь. Не на веру принимаешь. Человек, он привык либо верить, либо не верить. А тут уже нет ни веры, ни неверия. Есть факт. Факт с тобой был. То есть вопрос веры отпадает. Знаете, как хорошо? Когда верить не надо во что-то. Когда ты знаешь, что это так. Просто так и всё. Второй шаг – это когда тело решило терпеть. Оно действительно принимает решение терпеть. Тогда сразу же исчезает острота, острое ощущение боли. Я говорю о совершенно материальном уровне. Если у вас есть внутренний покой, тогда боль превращается в почти приятное чувство. Ощущение приятное. Не в привычном смысле этого слова, но появляется почти что ощущение комфорта. Повторю еще раз, что я говорю о физическом, материальном уровне. Так вот, физическая боль, как знак вашей связи с материальным миром, со временем, то сформируется в нечто не то, чтобы противоположное боли, а в некую форму благодати. Даже если что-то болит у вас, то это всё равно вызывает некую благодать. Боль, благодать вызывают. Это не то, что давай болей сильнее, чтобы боли больше благодати. Просто вот так организм уже, физическое тело, реагирует на прикосновение божественной силы, что там, где её избыток, возникает боль, потом ещё добавляется эта сила в это место. И одновременно с болью – благодать. Как прикрывается боль – благодатью. Прикрывается. Ясно? Ведь любая боль – это реакция клеток тела на избыток туда энергии поступающей. Любая боль. Избыток энергии – значит боль. Вот вы порезали палец, боль не сразу возникает. Энергия туда лезет ворочевать, прямо вот туда, в рану, и возникает боль. Понятно? Она ворочевать туда лезет. Тут ни при чём. Нервные окончания, которые порезаны – ерунда. Да, избыток энергии. Пытается ворочевать травму. Вот поэтому шок-то, я говорю, вот этот травматический шок, большая поция энергии. Человек весёлый, он в наркозе, как веселящий газ при нём. Это энергия. Все энергетические процессы лежат в основе наших патологий, так называемых, болевых реакций. Это чистые энергетические процессы изначально. Потом уже следствия проявляются. Но медицина за причину принимает следствие. Вот и всё. То есть, наоборот. Так же, как все политические, экономические события, которые в результате духовного кризиса возникают, они тоже, в общем-то, все переначиваются, а о духовном никто не говорит. Все говорят об экономике, о политике, о геополитике. Хотя, на самом деле, изначально базовая причина другая. И если на благодатном или на благоприятном фоне в вашем теле внезапно возникает боль, а боль вызывается, ещё раз хочу подчеркнуть, избытком, то он сформирующий энергии в проблемных местах организма, то та же энергия способна смягчить нежелательные последствия. Она усиливает этот благодатный фон, и на фоне боли благодать проявляется. Вот и всё. То есть, врачует элементарно. Ты туда не вмешиваешься только. Вот и всё. Всё проверено. Мин нет. Понятно? Если бы люди хоть понимали, что это в этом деле, не как свинья в апельсинов, как раньше говорили, то, наверное, очень скоро бы половина того, чего они боятся, просто перестал бы существовать. А вторая половина просто исчезла бы сама собой. Страх. Понимаете? То есть, в вопросе в телесном, мы всё-таки должны делать, это всё-таки животное, да, образование, мы должны пример животного брать. Вообще-то. В телесных вопросах. Но, увы, поросёнок есть поросёнок. Мы же поросящее строение имеем, да, по биохимии. Ну, куда ж деваться-то? От поросячности. От поросячности нашей. Потому что свинья не самое, как чистое животное, с него пример брать не очень хочется. Да? Ну, вот мы, оказывается, близки им вообще во всех вопросах. Они визжат, хрюкают, заметили? Чуть там прихватил свинью, такой виска раздаётся. Ну, знаете, да, о чём речь? Ладно. Ну, я немножко вас, всё-таки, веселю каплю. Вы уже устали к концу дня, что, простите. Я уровень-то не снижаю нашей беседы, просто немножко разряжаю атмосферу. Правильно или нет? Ну, надо же, а то вы такие все, не знаю, уедете, как покойники. Вас хоть немножко надо пощекотать. Надо сказать, что летучие боли в костях и суставах характерны для процесса эволюционной трансформации. Обязательно. Они будут. Летучие боли. То там, то себя по организму гуляют. Нормально. Летучка. А я с молодым научился терпеть боль. Было много спортивных травм, на которые со временем внимания перестаёшь обращать. Просто не обращать. Больно. Ну и что? Такой травмоопасный был вид спота. Всё-таки тяжёлая атлетика. Вес у меня был побольше на 15-20 килограмм. Да и кандидат мастера спота я ещё был. Это всё-таки надо тренироваться как следует. Это не просто так. То есть, огрузки огромные были. Пятиразовые в неделю тренировки. И столько травм было. Боже мой, страшно сказать. Ну, ни одной тренировки я не пропускал. Болит спина, ложусь, лёжа что-то делаю. Вот. Если что-то, суставы приседаю до упада. Всегда варьируешь. Есть что делать. Ну, никогда не бережёшься. Чего себя беречь-то? Вот, благодаря тому, что я себя не берёг, а относился правильно к травмам, надо спину укрепить. Чувствуешь, что там с позвоночниками не так. Но мышцы укрепи. Косет мышечный. Больше ничего не надо. Возьми блинчик. Калаграмм 20. Ноги. Ляг на козла. Ноги упри в стенку. И вот так, вот спиной-то раз по 15-20, потом спина крепкая, прям бетонированная, мышца держится, позвоночник крепкий, всё в порядке. Какой корсет? Мышечный корсет нужен был. Какое счастье, что при переломе, вот при том компрессионном, я всё-таки не обратился к врачам. Понятно? Счастье великое. Господь сказал, не надо. Вроде бы. Тогда я от Господа далёк был, но тем не менее, не надо. Чувствую. Ну, не надо, значит, не надо. Выйдю же. А когда было сломано 8 ребрах в разных местах после велосипеда, вот такой травмы акробатической, когда вот это всё раздулось, и был это воздух под кожей. То есть лёгкие надули, порванные всю кожу. Куда я никуда не обратился. Через месяц всё врачевалось. Божественная сила меня делала вообще удивительные операции на эту тему. Это фантастика была. Тут надо бы мне операцию делать, эти самые, зашивать плевру, там явно кровоизлияния были, и воздух под кожу вышел, весь всё надулось, половину этого самого, полтела, вот всё было, воздух, крепитация была. Никакого страха. На следующий день я поехал на велосипеде. Поехал же на следующий день. А врачевание проходило фантастически. Болело днём, ну, больно было, честно, днём. Дышать, ну, трудно. Хоть я и редко дышал, но иногда надо было дышать. Хоть два раза в минуту, но дышать было надо. Только чуть вдохнёшь, больно и болит, вот всё, вот целый день болит, целый день болит. А ещё надо и на работу ходить. Вечером только я ложился, боль пропадала. Я спокойно спал. Утром только встаю, опять та же самая боль. Дня 4, это продолжалось. На пятый день или на пятую ночь, правильно сказать, днём больно, потом лёг, задремал и проснулся от нестерпимой боли. И эта боль перешла в экстаз, в радость. Это была такая боль, чтобы хотелось, чтобы эта боль была на всю оставшуюся жизнь, потому что это были вибрации благодати. Всё вот так вибрировало. То есть была какая-то операция божественной силой совершаемая. На утро я встал, днём боли нет, ну и чувствуешь, что там что-то не так, что-то поломано. Буквально через неделю всё пошло на поправку. То есть это был акт, как бы, излечения. То есть огромная сила, огромная энергия, она чуть-чуть подождала, смотрит, не получается потихоньку. Ну-ка, как следует. То есть до экстаза, то есть до радости, боль перешла в радость. Представляете, вот почему я чётко знаю, что на пике боли вдруг возникает радость, энергия, когда добавляет свою работу, она покрывает боль благодатью. Всё. Вот тут и возникают шоки всякие, травматические, когда прикрывается эта травма. Видите, сколько интересного? На собственной шкуре. И для того, чтобы это произошло, надо было поехать на велосипеде, чуть-чуть потерять, бдительность, тормознуть на большой скорости передним и задним тормозом, вылететь из седла вместе с верослипедом, делать сальто и упасть на асфальт. Ну, всего четыре ребра, значит, сломано. В общем, в двух местах восемь переломов. Я их просто знал, щупал. И всё. Но это для того, чтобы пережить то, что я вам рассказала. А иначе не переживешь, значит, всё не случайно. Вот так. Но это тоже смертельный трюк. Можно же было на голову прийти, на шею. Но я пришёл на правую часть вот. И вот прижатой рукой поломал рёбра. Вот так. И боль, ну какая боль, ну боль, была больно. Больно было, но ничего. А какие зубные боли были? Вот мужик всегда боится к зубному врачу пройти ещё в молодости. Как только начинается вот этот флюс, я беру хорошую толстую иголку, протыкаю десну, а тут всё вытекает, я себя лечу. Просто протыкаю так грубо. Самолечением занимался. А боли были приличные. Знаете, наверное, у кого это бывало? Что это такое? Мне сразу брал эту иголку, и туда больно, да. Там всё вышло. И причём две дырки на отдел, чтобы в одну воздух поступалась, с другой всё выходило. Иначе дренаж не работает. Так что, видите, с болью я как-то вот знаком, хорошо. Вот. Так что, не бойтесь боли, это прикосновение Господа к вам. И страдания, то же прикосновение Господа к вашему эго. Вы страдаете. Господь прикасается к вашему эго, вы начинаете страдать. Он говорит, ну, убери эту штуку, то убери её, убери себя, аннулируй. И страдания не будет. Так же и боль. Отдайся полностью. Вот и всё. Благодать придёт вместо боли. Те же вибрации, только восприятие другое будет. Одна и та же сила. Если вы зашуганные в страхе и зажимаетесь, то это боль. Если вы открылись, то боль мгновенно врачуется, переходит в благодать. Это проверено. Ну, это закон просто. Больше ничего. Я говорю о законах определённых. Не бойтесь боли. Бойтесь нерадения к духовной работе. Это самое страшное. Самоубийство души. Страшнее не бывает. Всё остальное – такая ерунда. Последняя стадия – это когда клетки имеют веру. Веру в божественное присутствие и высочайшую божественную волю. И верят, что идёт всё во благо. Тогда наступает экстаз. Клетки раскрываются, становятся светлыми, восторженными. Вероятно, не все способны дойти до последней стадии. Ну, ничего. Не торопитесь событий, всё придёт. Вот этот клеточный экстаз или благодать на уровне клетки, она обязательно приходит. Обязательно приходит. Это то, что названо было божественной благодатью. Ананда и радость просто жизни. Это не то, что клетки тела. Клетки тела тоже в это вовлечены. Это та новая вибрационная структура, которая соткана из благодати. Вот она не болит. Болеть может только физическое, материальное тело. Новая структура ж не болит. Что и болеть? Там нечему болеть. Она соткана из благодати, из вибраций новой жизни. А физическое тело, ну, даёт знать о себе. При травмах, я бы сказал. Вот травма – да. Куда деваться? При травме ты будешь ощущать это. Если нет травм, то летучие боли в костях – это явление нормальное. Суставы, кости, они побаливают. Не воспаляются. Нет каких-то наростов, разрастаний, оттрозов. А просто вот как-то гуляет эта самая боль. Она гуляет, потому что пытается. Энергия-то она не от души исходит. Она исходит из пространства. Она глупая, может, в чём-то. Она хочет как лучше. А тело, костная структура, не принимает её. Ну, не может она принимать в силу твёрдости своей. Ну, и ладно. Поэтому готовьтесь к тому, что всё-таки суставные боли, боли в костях – это нормальное явление. Если вы правильно к этому относитесь, это не инвалидизирует вас. Просто с пониманием. Вот и всё. Как хорошо понимать всё происходящее. И не только понимать умом, а действительно понимать, что всё это, в общем-то, тебе во благо. Жизнь всё равно конечна, куда деваться. Но коль те процессы, которые у нас происходят, открывают нам дорогу действительно в принципиально новую жизнь, то всё происходящее во благо. Благодарите Господа. И всё. Это началось в 8.30 вечера и кончилось в 2.30 ночи. Ни на секунду я не терял сознание и не наблюдал нечто совершенно фантастическое. В течение шести часов это неописуемо. Я становился лесом, рекой, горой, домом. И это ощущение совершенно конкретное. ощущение этого тела, вот этого. И много чего другого. Это неописуемо. Это длилось долго и такое разнообразие. То есть она здесь говорит о том, что в течение шести часов она ощущала или имела, правильно сказать, тотальное ощущение единства всего сущего. То есть единство мироздания. Она становилась и лесом, и рекой, и горой, и домом. Я бы сказал, и деревом, и животным. То есть ты в этом едином поле вибрационном. Вот на той основе глубинной, на которой построена твоя новая структура, отождествляясь с чем угодно. Чувствуешь боль срубленного дерева, больного животного. Вы понимаете? Это твоей болью становится. Но это не боль физическая, это боль, ну, более чем физическая. Она глубинная боль. Понимаете? Физическая боль – это такая ерунда. По сравнению с тем, когда видишь, что срубленное дерево, вот так варварски, вот это больно. Я вот уже говорил, мне хочется, если бы это было можно, признаться в любви животному миру, любой твари живой. Понимаете? Вот признаться в любви. Кто ж поверь, скажешь, шизофрения? Вот это ощущение единства, что это моя плоть, вот всё живое – это я. И когда оно страдает, это больно. Самое больное – это когда страдает живое, ниже нас уровнем. Когда человек страдает, с ним понятно, он сам творец всех своих этих самых. А вот животный мир, как сказал Паисий Святогорец, все новые раи животные, кроме как любви человека, не знают. Им не дано это. Они напрямую с Господом не связаны. И наша любовь, вот для них рай. Не просто кормёжка там, погладил по голове, а вот любовь. Понимаете? И вот когда ты относишься вот как бы к своему животному, вот так вот оно твоё, то ты как бы проецируешь эту любовь на всех животных. Не оно твоё, на него ты внимание обращаешь, а на всех. Метта един, через одного животного она проецируется и дальше. Вот это очень странные вещи, когда ты действительно становишься лесом, горой, рекой, животным, срубленным деревом. Я как-то после урагана, в Москве был ураган, это, по-моему, в позапрошлом году, позапрошлом году, приехал в лес, с коннем вырванные два дерева, две берёзы, старые. И я вижу, глазами вижу, над ними как туманчик какой-то. Очень ясное небо было, солнечное, а деревья были в тени. Вот эти корни. И деревья сами, они в тени упали. Я сделал снимок, на фото вот над ними туман. Я с другой стороны зашёл. На фото туман. И так в течение недели или дней десяти я снимал каждый день, был туман. Потом установился меньше, 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 а потом перестал. То есть как бы душа дерева, она выходила. На снимке, вот на цифровом, это появилось. Ни откуда было ему взяться, вот как блики какие-то там солнечные или ещё что-то. То есть постепенно на нет сошёл, всё, они умерли. Упавшие деревья, листья были зелёные, а корни вот просто вот всё выломано. Это было больно тоже. Но вот фотофиксация была. Ухода души из дерева. Она как-то долгое время была, а потом ушла. Интересная вещь. Даниил Андреев говорил, что у каждого дерева патриарха есть своя душа, которая обладает природной мудростью. У Андреева это вроде мира есть. Вот рядом с таким деревом ты ощущаешь себя вообще полным ничтожеством. Мы были как-то в Волгоградской области. Там есть населённая пута Ольховка. И там есть совершенно удивительное место, где растут там не менее семи дубов. Мы вчетвером не могли их охватить. Вчетвером! Я такого не видел. Я не знаю, что такое Баобаб. У них там свои прибамбасы. Это наши дубы. Четверо мы не могли замкнуть кольцо. Нас было четверо, не могли этого сделать. Фотографию у меня есть. Вот человек стоит, но вообще там его и не видно. человек. Святое местное, да? Представляете? Ольховка, Волгоградская область. Есть такое место. Вот. И там удивительное Марсианской пустыни есть. Разноцветные пески. От блистающего белого до оранжевого, до ржаво-железного. Голубые, розовые. Вот буквально, если копнешь, вот все слои песка разные. И потом сама Марсианская пустыня. Всё красное. Как будто Марси стоят засохшие деревца такие сухие. Представляете? Как Марс. Планета Марс – Красная планета. Вот. Те люди, которые хотят достичь нирваны, они никогда не будут связаны с своей истинной сущностью, с божественным проявлением. Вот те, которые туда улетают, они уходят от эволюции, бегут от эволюции и никак не могут связаться со своей истинной сущностью, с божественным присутствием. Действительно. Вот я как-то в метро ехал, но тоже это было уже давно, я, когда на работу ещё, так сказать, каждый день ездил, вот, я увидел очень уверенного в себе у двери, которая не открывается, вот с той стороны, где дверь не открывается, пока стоит, молодой человек читает книгу. очень уверенный, такой, или самый уверенный молодой человек, ну, вроде как он что-то нашёл в жизни, вот, интересно было, была книга, и он её читает, и глаза кверху закатил, то почитает, потом глаза кверху закатывает, вот туда закатывает глаза, закатывает, ну, видимо, что-то в книжке там было написано, что надо закатывать глаза кверху. Ладно, я увидел название книг, когда он закатывал, название появилось, вот, как вот, молитвенно закатывал глаза, из названия книги мне стало яшно, какой метод парень выбрал для себя, вот эту восходящую медитацию с бегством из тела, вот, то есть он бежал от себя, бежал от собственной души, было понятно, что это, ну, наверное, практически навсегда. Это путь спасения, который он выбрал. Я не склонна употреблять слово Бог, потому что религии стали называть им всемогущее существо, чуждо своему творению и находящееся вне его, и это неправильно. И действительно, отделять Бога от его творения, это значит не понимать истинный смысл божественной эволюции, который заключается в возврате божественного творения, во всём его многообразии, к своему истоку, к Богу. То есть всё должно быть в конечном счёте обожествлено. А если Бог где-то там, то как с ним-то обожествиться, как творение вернётся к тому, кто вне своего творения? Он всегда внутри, он внутри каждой материальной частички, он везде, он пронизывает всё. И утончение материальности – это, по сути, возврат Господа к своему творению, которое рассыпано везде и всюди, вовсюду, во множестве форм. И духовная эволюция – это возврат домой. Вначале распыления, потеря божественности, утрата божественности, утрата любви, окаменения, а потом возврат. Вот такой процесс. Игра божественная. Ну, игра и всё. Не ищите никакого глубокого смысла в эволюции, прагматического. Просто игра. Порезвиться. Бог решил рассыпать себя, разбрызгать нам. Ну, что дальше будет? Вернётесь ко мне? Попробуйте. Ну, вот, возвращаемся, как можем. Да? Мы хотя бы, всё остальное не знаю, нам хотя бы своё предназначение понять. Вот. А Бог, если говорить о Боге, ну, ну, попробовать, как-то его определить. Этой божественной идеей, то есть замысел некий, да? Этой божественной силы, который этот замысел способен осуществить, это тот продукт осуществления замысла Бога, который есть, ну, материальная форма, там, или какие-то вот существа, пожалуйста. Вон триедин. Эта идея, сила, реализующая эту идею, и то, что получается в результате реализации этой идеи. вот тебе и Бог, троичный Бог. Бог-отец, как идея, божественная сила, да, как вот Матерь Божья. И Иисус, вот он говорил, вот я, Сын Божий, вот я, я, вот творение Божие. Ну, пример. Знаете, вот троичность Бога символизирует, вот, Бог-отец, Бог-дух, но это материнская ипостась и в индийских легендах, что это сила, божественная, материнская сила, и само творение. У нас на Руси трудно было понять, что есть Бог-отец, а вот мама где? Поэтому Матерь Божья почиталась на Руси наравне и с самим Спасителем, наравне с Отцом, да, потому что Дух Святой Божий, он как-то плавно трансформировался в Матерь Божья, в женскую ипостась, в творящую ипостась, в защитницу и заступницу. Вот и всё. Он у нас мало упоминаем, Дух, а вот Матерь Божья, это вот как раз и есть творящая ипостась, заступница, и всё. Мам, должна быть ведь, правильно? И на Руси она появилась. На Западе Матерь Божья – это Мать Христа, Мать просто, физическая Мать, а здесь у нас это нечто, не просто физическая Мать Спасителя, это более грандиожная вещь, это вот та самая духовная ипостась. этим мы сильно отличаемся от западного христианства, а это в нашей психогенетике заложено. Материнство. Вот то высокое. от Бога исходящее. Отец, да, он там суровый, такой идеолог всего этого дела, а мать-то она заступница и прародительница, и… это сам, не знаю, всё в ней. По мере прогресса вашего существа мощность растворения трудностей возрастает, действует всё более и более напрямую, и сопротивление уменьшается. Поначалу было ощущение освобождения, радости, но теперь это уже не так, это улыбка, теперь нет чувства освобождения, просто убирай с дороги камень, который мешает тебе пройти. Вот о чём она здесь говорит. Замечательно она заметила, что по мере нашего продвижения по пути сознательной и духовной эволюции трансформирующая мощь нисходящей божественной силы неуклонно возрастает. Физическое тело при этом погружается в новую энергообменную среду, в которой растворяются телесные трудности, те, которые раньше вызывали у вас неприятности. То есть они растворяются естественным образом. И надо сказать, что успешно решается не только телесные проблемы, но и психологические. Божественная сила чудесным образом убирает их с вашей дороги. А если они возникают какие-то трудности в психологическом плане, то она как бы походя совершенно незаметно снимает их остроту. То есть меняется и психологическая, и физическая составляющая нашей жизни. как-то естественным образом, мягко, безболезненно. А вам остается только наблюдать, как это происходит, причем с тихой, радостной улыбкой. И ты каждый день видишь эти чудеса, маленькие чудеса, которые делают вашу жизнь в новом качестве одним большим чудом. Каждый день какие-то маленькие чудеса. Вот это как-то удачно. Тут удачно. И не перестаешь удивляться. Вот сейчас это и было нужно. Оно и приходит. Неожиданно как-то. Потом вдруг приходит то, что вроде бы как и не нужно, а кажется нужно, завтра нужно. Как раз пришло впредь, вернее, впрок как-то. Очень интересная вещь-то происходит. Начинаешь наблюдать, как жизнь самоустраивается. Сама устраивается без твоего участия. Просто ты никакого к этому усилия не прилагаешь. Очень легко и радостно, благодатно. я достигла состояния, в котором всё восприятие, все восприятия, даже те, что считаются самыми болезненными, оставляют меня совершенно спокойной и безразличной. Безразличной – это не активное безразличие, нет болезненной реакции какого-либо рода и абсолютно нейтрально, в состоянии совершенной ровности. Но в этой ровности есть точное знание того, что надо сделать, что надо сказать, что надо написать, что надо решить, что надо предпринять. И это всё происходит автоматически, без участия ума, естественно. Вот всё, нужный момент, всё очень точно складывается. Когда устанавливается фундаментальная ровность в вашем сознании, это огромное достижение в духовной работе. И в этой ровности нет никаких болезненных трений, рождается спонтанность поведения, которое заключается в точном знании, без участия ума. Что надо сделать, мать говорит, правильно, что надо сказать, что надо написать, когда конкретная ситуация приходит, что надо предпринять, ну как всё само собой, когда это надо. Умом-то обычно заготовки делается или пауза, вот надо предпринять, надо подумать, что сделать, а тут нет вот этой фазы восприятия, обдумывания ситуации, принятия решений. Есть сразу решение, восприятие решений. Вот эта фаза обдумывания, принятия решения, варианты какие-то, этого нет. Просто сразу напрям доли секунды, и всё правильно. Вот так работает новое сознание. Она просто так работает. По-другому оно не может. и в новом сознании нет ты не совершаешь ошибок, потому что оно, это новое сознание, прозревает то, что на тонком плане способно как бы нарушить вот это спонтанное течение жизни. есть новое сознание, как мы знаем с вами, сейчас не о новом сознании, что вообще всё, что проявляется на материальном уровне, вначале на тонком плане, образуется уж потом с какой-то задержкой небольшой, на физическом плане проявляется. Так вот, новое сознание точно прозревает то, что там на тонком плане готовится. если это неугодное или болезненное, оно упреждает, оно там на тонком плане следствия материального мира, оно их аннулирует. Там. Потому что это сознание имеет способность проникать вперёд на тонкий план, где формируется событие материального мира. Иначе бы не было вещих, снов, там, понимаете, да? Там вначале всё формируется. Вот это новое сознание прекрасно прозревает. То есть, оно работает на упреждение ошибок. оно так настроено. Это не в нашей власти вот сказать, ну-ка, что там будет, дайте, расскажите мне, чтобы там соломки подстелить, чтобы не упасть. Это делается автоматически. То есть, оно работает на опережение всяких неприятностей. То есть, прозревает тонкий план, оно это всё корректирует, в корне. Не потом, когда уже произошло, исправляются ошибки, они допускаются, упреждаются. Вот так функционирует новое сознание. И физики сейчас говорят о неких частицах, называют их как-то, по-моему, птахионами их называют, что они имеют возможность проникать как бы в будущее, ну, не намного ли не намного и возвращаться в настоящее, чтобы корректировать там что-то. Так вот, процесс функционирования, принцип функционирования нового сознания, видимо, связан именно со сканированием тонкого плана, где зарождаются события материального мира. Вот и всё. То есть, нет, физики говорят, что нет препятствий, чтобы это не было. нет противоречия. В математической модели это возможно. А тут по жизни новое сознание, оно так и работает, упреждая возможные неприятности. Вот и всё. Видите, как интересно. Когда и с научной точки зрения можно вещи, казалось бы, необъяснимые всё-таки подвести под них базу, это радует. А то мы всё в средневековой дремучести где-то ковыряемся церковной. Другое время сегодня. Другие люди. Мы же с вами уже не дремучие. Человек со зрелым сознанием критично начинает относиться к тому, что было когда-то. дайте мне то, что сегодня актуально, дайте мне вот ту связь с прошлым, чтобы это прошлое сегодня в общем-то из него было извлечено из этого прошлого, то, что сегодня актуально. не перекрестить прошлое и выклонить его целиком, а вот взять оттуда то, что необходимо сегодня. Понимаете, да? Много интересных вещей скрывается. Если ты действительно с научным подходом в духовной работе начинаешь приближаться, объяснения, имеющие основу в плане физики сознания. Мне всегда это было интересно. все это проходит в состоянии совершенной нейтральности и в то же время с ощущением мощи. Сила проходит через меня, сила действует, а нейтральность или спокойствие остается. Но нет никакого восторга, нет энтузиазма, нет насыщенности действий, совсем нет. То есть она здесь говорит о том, что для той деятельности или для того вида деятельности, который проявляется на супраментальном плане, для сверхсознательной психической деятельности характерна абсолютная безусильность всех проявленных действий. То есть ты никаких усилий не совершаешь, ни умственных, ни физических, проживая в этом качестве сознания, в новом качестве сознания обыденной жизни. То есть это мышление озарениями, спонтанная речь, спонтанные двигательные реакции. И, соответственно, спонтанное поведение. Поведение – адекватная ситуация, в которой ты находишься. Никакого неадеквата нет. Всё так, как надо. Но в этой безусильности, она справедливо отмечает, ощущается огромная неиссякаемая мощь божественной воли. Вроде бы нет усилий твоих, но всё это под действием мощной, могучей, защищающей тебя вот этой воли божественной. Поэтому и легко. Не было божественной воли, то безусильности бы не было. Ты бы какие-то усилия собственные прилагал. Понятно? А тут нет никаких усилий, но мощь за тобой стоит. Она всё это выполняет. То есть, ты как проводник этой мощи. и всё это вершится на фоне глубинной покойной радости, которая не имеет ничего общего с витальным восторгом, с экзальтацией, с веселостью. Этого нет. Спокойная глубинная радость. Вот всё на фоне этой спокойной глубинной радости и происходит. Исключительно важным считается не индивидуальный опыт. Далеко не так. Помощь, оказанная всему, фермент, заставляющий всё подниматься, по меньшей мере, столь же важен этот фермент. В конечном счёте, это, вероятно, является главной причиной продолжения существования в этом теле. Вот к ней пришло очень ясное понимание того, что индивидуальный духовный опыт, в частности, её. Опыт собственного спасения – это только начало большого пути. Разобрался с собою, обеспечил собственное спасение, а дальше начинается новый, большой, грандиозный путь уже в другом качестве. Ты уже в качестве инструмента Господа ступаешь на эту дорогу, ты уже начинаешь работать на эволюцию, на земное человечество, то есть совершенно новом статусе, разобрался с собой, Господь ставит тебя на то место, где будешь полезен в эволюции, как фермент, как катализатор, уже на общечеловеческом плане. Это действительно так. Состоявшаяся светильник духа теперь уже является духовным ферментом или духовным катализатором, духовной закваской всего эволюционного процесса. Закваска нужна. Опять вспомним Серафима Саровского «Спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи», а заразительность вибрации новой жизни, вибрации света и истины, она, в общем-то, несомненно, даже мощи, вот костные останки истинных христианских проводников спустя многие столетия после их кончины генерируют или излучают заразительную благодать. В этом я убедился, лично убедился и неоднократно убеждался, когда на самом деле подходил к мощам истины святых людей, не назначенных церковью. Неофициальных святых, вернее, неофициальные, но не все официальные воистину святые. Понятно, навед? князья, назначенные церковью как святые, они, ну, не излучают. Я был у мощей и Андрея Боголюбского, и у Александра Невского, если они все-таки есть, это Александр Невский, Лаври, совсем зарослужен и так там нет. Ничего там нет, не чувствуется, не излучается, это понятно, потому что они назначены как мученики, либо как воины, ратники. Ну, церковь принимает решение, пусть будут и эти, пусть князья будут, но будут, так будут. А вот истинно святые люди, это действительно факт, это действительно факт, что огромная сила вот от мощей исходит. Если они под спудом, где-то под землей или наружу уже, так сказать, в раке пребывающие, это очень чувствую, то есть огромная плотная благодать. Вот когда я, я могу много примеров приводить, но очень впечатляющий пример был, один из впечатляющих примеров, это когда мы были у мощей Александра Свирского. Мы не с ней были, она отдельно была, просто я забываю святых. Серафима Сорожкова, я помню, Сергей Радонежского, помню, но я не был строится Сергиевой Лаври, не знаю, не могу сказать, что там от него исходит. Вот у Александра Свирского, это, конечно, потрясающая вещь была. Мы вошли в церковь, это было осенью, холодной, дождливой, октябрьский или ноябрьский день, входим в церковь, холодная церковь, там, где рак с его мощами, входим, ничего не чувствовать, вообще ничего, а налево там предел, вот мощь это в этом пределе, как только ты походишь к двери этого предела, тебя вот буквально начинает качать от благодати, вот качать. Входим, молча, четверо было, четыре человека, подошли по очереди к мощам, там просто тебя вот, ну, качает и всё, вот благодатью. Все молча выходим, садимся, и все одинаково отметили, как качает, вот как болтает, в благодати, хочется там просто в ней утонуть. Были на свежей могиле только что умершего настоятеля, ну, ироним, да, монастырь, сыноксарский, ироним, вот только что скончался, два дня, как его похоронение, на третий день его похоронили, после похорон где-то на второй или на третий день мы туда приехали. Когда я подошел к этой могиле, она свежая, цветами завалена, меня вот так вот заболтало, вот просто фантастически, только что похороненный, вот он был, там, под землей, под спудом, и потом я пошел по монастырскому кладбищу, ходил по периметру, там похоронены где-то с 17-го, нет, с 18-го, с конца 17-го и дальше похоронены насильники монастыря и настоятели. У трех-четырех могил я остановился, там из-под земли такое шло, и эти три могилы, я надпись сфотографировал, кто, ни один из них настоятель монастыря, бывший, первый, к которому я подошел, меня там закачало, из-под земли и все идет, то есть там действительно были люди святые, не все подряд, а некоторые, это вот все буквально ураган из-под земли, благодати, но такой ураган благодатный, ласковый ураган. Еще несколько было таких случаев, это есть на самом деле. Их уже нет, а костные останки, то есть материальные части, генерируют, они же кристаллы, генерируют по памяти вот эти вибрации благодати, они генерируют то, что в них зародилось при жизни этого святого. И до бесконечности генерируют, там конца это монет. Когда к Серафиму Саровскому мы приехали, сам Саров, там где было место его первого, первое место его захоронения в Сарове, его же потом вынули, потом обрели, перенесли в Дивеево, а вот месте первого захоронения мы попали на это место, где как бы восстановили то, что было, точно эту часовню, точно на той глубине, где стоял его гроб, когда его только что похоронили, мы вошли в эту часовню, спустились по ступенькам, там грунт, песок, и вот от этого места это песок, это песок тоже кристалл, да, там такая генерация была вот этой благодать, именно в этом месте, где стоял его гроб, где он был похоронен сразу после кончины, просто фантастически, там уже его не было, а место, ну, просто фанила, опять благодатью, там и песок заразился, и всё, представляете, так что не позволяйте себя сжигать. это к вопросу, там, что с телом делать, мало ли что, а, вдруг придут, вот, найдут вас святыми, кто его знает, не знаем же мы, да, чем дальше, что будет, вот, видите, как интересно, а первое вот знакомство с благодатью от мощей, это в Пензенской губернии, было в Пензенской, по-моему, да, где пензики и пензачки живут, вот, там есть село Оленевка, недалеко от, Пензе, там был один человек, он где-то в 50-м году скончался, священник, святым местночтимым он признан, его Николай, по-моему, да, Николай Оленевский, Оленевский, как хотите, он был похоронен рядом с церковью, потом его мощи извлекли, положили, в это самое, в раку, и поместили в церкви. Вот мы туда приехали. Это был тоже такой день малопогожий. мы вошли в эту церковь, там была служба, но на службе никто не присутствовал. Служба проходила, но только был ход, там 4 или 3 девочки пели, и священник службу проводил, прихожан не было, никого. Вот мы вошли в этот храм, девочки пели, правда, замечательно, хорошо пели, потом служба окончилась, а храм достаточно большой. И когда ушли эти девочки, поющие, священник, там, своим делами стал заниматься, я приблизился к этой раке, и метров за 5 до неё, храм достаточно большой был, я почувствовал вот такую плотную стену благодати, вот как будто меня окутала благодать, вот как туман, и я подошёл к этой раке, просто подошёл, и меня там начало качать. Это впервые, я вот столкнулся с благодатью, излучаемой мощью, вот действительно святого человека. Это было в Оленёвке, в Пензенской губернии. Это фантастическое было ощущение, я впервые почувствовал, что это такое, благодать от мощи истины святого. Когда я прочитал его биографию, его жизнь, ну там сомнений нет, что это человек на святой, просто святой, по жизни святой. И вот я впервые там это почувствовал, потом другие были опыты, ну вот это на самом деле так. Это я могу диагностировать и поставить подпись своей. Есть оно, это излучение от святых, они после своей смерти оставляют что-то на земле, что генерирует вибрации новой жизни, генерирует, генерирует через столетие после смерти. Представляете? Вот как мир материальный, нематериальный, духовный, связанный между собой. То есть, нет преград, нет пределов. Вы говорите, вот физическое тело, скелет, вот скелет, вот скелет-то как раз и в нём-то и тайн-то заложено жизни вечной. Если хочет, продолжают долгое время, я не знаю, сколько, наверное, опыт не проводили, может до бесконечности генерировать новую жизнь, вибрации новой жизни. Представляете? Вот так. Ну, пожалуй, и всё тогда, да? Давайте мы закончим. Хорошо, спасибо вам. Продолжение следует...